Всем привет, друзья! С вами Дима Ванпойнт, и сегодня мы играем в Forza Horizon 3. А всё почему? Потому что у нас новый форзофон, и он необычный, а необычный тем, что можно выиграть очень крутую Horizon Edition тачку, которую, ну, многие, многие хотят, и стоит она, кстати, на аукционе довольно приличных денег, и радует то, что появилась возможность наконец-то её выиграть. Итак, вот так у нас этот форзофон выглядит, называется «Перегазовка, вперёд на трассу, время ездить боком!» Звучит прямо для меня, всё как надо. Итак, первое задание. Ищем водителей, получите три звезды за дрифт-зону, чтобы заработать 95 тысяч опыта. Довольно неплохая тема, но делать я этого не буду, потому что у меня и так три звезды на всех дрифт-зонах. Сейчас тем же самым заниматься мне, честно говоря, впадло. Лучший дрифт. Продемонстрируйте технику дрифт 20 раз на Nissan, чтобы получить три призовых игры. Вот это уже неплохая тема, но, не знаю, получится у меня за время прохождения гонки это сделать или нет. Всё это увидим позже. Выставка экспортных моделей. Завершите гонку на японской машине, чтобы получить 20 тысяч кредитов и 20 тысяч опыта. Это у нас будет. Путь к вершине. Выиграйте чемпионат на Nissan, чтобы получить Nissan S15HE. Да, ребята, вот именно это мы и будем сегодня выполнять. Как вы видите, нужно обязательно выиграть чемпионат на машине марки Nissan. Поэтому специально ради этого я взял Nissan Skyline R32. Вот такой вот прекрасный геттер, на который я повесил винил топ-сикрет. Мне кажется, смотрится очень круто. Ну и настройка здесь от Don Javon Song в категорию A. И машина, ну, прямо очень хорошо топит. Мне прям нравится, как она едет. И я думаю, то, что боты на непобедимом будут просто преклоняться перед тем, как я буду проезжать на этой машине повороты. Ну и вообще зря я это, наверное, сказал. Потому что сейчас, как всегда, по року судьбы буду во всех поворотах влетать в стену. Ну, надеюсь, этого не будет. Итак, нам нужно выбрать какой-нибудь чемпионат, где эта машина себя хорошо покажет. И, наверное, все-таки для нее придется какую-нибудь асфальтовую гонку выбрать. Потому что тут, я смотрю, очень много кросс-кантри, всяких спринт-кроссов, точнее даже. Ну, кросс-кантри, спринт-кросс, по идее, это все одно и то же. Вот у нас тут есть что-то новенькое. Большой спринт в лесу. Давайте вот сюда перенесемся. И здесь выберем чемпионат. И посмотрим, что это за трассы такие. И быстренько его пройдем. И, конечно же, выиграем Nissan Silvia S15. Которая, кстати, уже в некоторых видосах засветилась у меня. Вы все ее знаете. И один из видосов, который был с ней, прям стал очень популярен. Поэтому, я понимаю, вам всем нравится Nissan Skyline S... Ой, тфу, Skyline Nissan Silvia S15. Блин, запутался я в этих Nissan. Так, чемпионат. Значит, поединок на долине. Так, я понял, нужно создать свой. Так, значит, что у нас тут можно? Можно выбрать Nissan. Можно выбрать Anything Goes. Можно... Давайте ASEAN Sport Cars выберем. Мне кажется, самое будет крутое. И выбор маршрута. Давайте посмотрим, сколько у нас тут гонок. А, всего три гонки. При этом есть кроссовые. Вот это интересно. Ну ладно, хоть я и не очень хотел кроссовую гонку. Первая, кстати, у нас нормальная по асфальту. Но, наверное, я думаю, можно попробовать на этой машине и в такие гоночки погонять. Так, хорошо, ладно, создаем схему и погнали. Блин, сейчас будут всякие Toyota Supra и так далее. Это будет забавно, когда они все попрутся по бездорожью. Это будет прям как-то необычно, мне кажется. Так, ну что же, выбираем наш Nissan Skyline GTR V-Spec. Как видите, в категории A и с производительностью 800. И, кстати, не максимальные характеристики. Можно было тачечку еще получше прокачать. Но, тем не менее, 5 звезд вроде как висит на этом тюнинге. Поэтому, мне кажется, он все-таки должен быть хорош. Ну что же, грузятся у нас драйватары. Сейчас я, как всегда, покажу то, что они у меня стоят на непобедимом. И, ну, если вдруг что пойдет плохо, придется, конечно, их снизить немножко. Их сложность. Так, дождик. Вот это уже не очень хорошо. Вот это мне уже не особо нравится, то, что здесь дождик. Так, показываю сложность непобедимую. Так, все. Погнали в заезд. Ну что же, ребята, пожелайте мне удачи. И, надеюсь, мы сейчас придем первыми. Блин. Колеса проскальзывают. И что-то как-то мы резко вперед-то и не выбиваемся особо. Но, тем не менее, надеюсь, хотя бы тормоза, подвеска и все это будет работать как надо. И мы никуда не улетим. Так, вроде все работает как надо. Начинаем потихонечку всех обгонять. Нифига себе RX-7 как прет. И главное, в начале едет быстрее всех вроде как стоковая Silvia S15. Это жестко. Древатары. Их никогда не угадаешь, как они будут ехать. Как я всегда говорю, когда мы проходим Forza Horizon 3. Ну что же, машина себя пока что показывает хорошо. Несмотря на дождик. То, что здесь все капает. Трасса прям залита полностью водой. Сейчас посмотрим, какой у нас путь торможения. Ну нормально, нормально. Тормозной путь у нас довольно небольшой получается. Даже на такой довольно влажной трассе. При этом машина прям грызается. Асфальт едет хорошо. Так что, ребят, настройка от Don Javon Song реально неплоха. Реально неплоха. Мне нравится. Даже вот аквапланирование никакого жесткого не происходит. Потому что в одной из предыдущих видяшек, где я проходил кросс-кантри, там у нас было аквапланирование. И меня очень жестко заносило в воде. И все начали мне рассказывать, что так и должно быть. Все дела. Да, друзья, так и должно быть. Но если у вас машина настроена правильно, этого не происходит. Вот как вот сейчас здесь. Потому что там я заходил в воду прям нормально, идеально. Колеса не поворачивал, ничего. Но при этом машину разворачивало. Здесь, как видите, такого не произошло. Ой-ой-ой, плохо оттормозился, плохо оттормозился. Слишком медленно. Ну ничего, их там занесло вообще. Сильвия, да, Сильвия, походу, стоковая. Офигеть. Вот это жестко, конечно. Вот это жестко. Ну ничего, пока что едем спокойненько, не напрягаясь. Вот тут вот немножко подсбрасываем скорость. Потому что что-то мне показалось, что машина в этот поворот на полном газу не войдет. И так дальше у нас тоже поворот под 90 градусов. Причем надо прям жестко оттормазовываться. И вот так вот я решил немножко срезать путь. Потому что так бы у нас слишком большой бы радиус был. И потеряли бы драгоценные секунды. И может быть нас бы кто-то смог нагнать. Но пока что никто не нагоняет. Тем временем у нас 68% прогресс. Или даже 69%. И прям я смотрю, трасса состоит из довольно резких поворотов. Причем довольно длинные прямые. И довольно резкие повороты. То есть если не смотреть на карту, то можно влететь хорошо в забор. Но слава богу, у меня есть траектория. И траектория здесь у меня не просто так. В следующих гонках вы поймете зачем она. Потому что во всяких спринт-кроссах без траектории ездить очень сложно. И можно просто запутаться во всей этой зелени, траве, в деревьях. Куда ехать дальше? У меня такое часто происходило, когда я играл без траектории в Forza Horizon 2. Я просто запутывался и не понимал куда ехать. Поэтому с этих времен у меня всегда включена на всякие пожарные траектории. Ну в принципе с ней довольно много людей в мультиплеере ездит. Поэтому ребята не питайте надежд. Вот так вот все в мире Forza и происходит. Ну кроме мотоспорта. Мотоспорт там треки, поэтому там все это полегче. Ну что же, настройка на автомобиле показала себя хорошо. И первая гонка у нас завершена на первое место. Шикарненько. Ребята, если вам нравится мой Nissan Skyline R32, то обязательно ставьте лайкусики. Хоть посмотрим сколько нас таких, которым нравятся старые Skyline. Итак, первая ачивка, первое задание выполнено. Это завершить гонку на японском автомобиле. Да, мы это сделали. Отлично. Ну что же, остается еще две гонки. И мы сможем выиграть Nissan Silvia S15. Ну а пока что крутим рулеточку. Мы тут можем выиграть E63 AMG. Но мы его, наверное, не выиграем, да? Да, мы его не выиграем. 20 тысяч кредитов, которые умножаются в 40. Потому что у меня есть VIP-бонус. Ну и все. Забрали денежки. А теперь переносимся в следующую гонку. Итак, следующая гонка у нас называется Sprint Cross водохранилище Marunda. Ну что же, начинаем заезд. И давайте поехали. Посмотрим, насколько у нас машина будет хорошо ехать по бездорожью. Меня это, конечно, немного напрягает. Но радует то, что, по крайней мере, у этой трассы начало находится на асфальте. И, ну, прямо это замечательно. Замечательно. Пока что едем с шестыми. Все какие-то резко быстрые стали. Но я стараюсь, стараюсь их догонять. Немножко подтормаживают. Вот сейчас вот здесь вот нужно будет подтормозить получше. Заехал не по самой хорошей траектории. Стукнули мы RX-7. Но, тем не менее, тем не менее, стараемся догонять вот эту вот тройку впереди. Тройку лидеров. И будем внедряться к ним. Будем к ним внедряться. И вот у нас и началось бездорожье. Ну что же, машина у нас довольно-таки не стенс. Подвеска довольно хорошая. И, блин, я здесь катался на этой трассе. Мне она не очень нравится. Ох, ну что же, блин, сказать-то. Надеюсь, мы их обгоним. Потому что вот именно вот этот трек, он довольно сложный. Тут можно улететь, даже если вы едете очень хорошо. Просто из-за того, что машина как-то не так войдет. По трамплинам заедет не очень хорошо. И можно спокойнее к себе улететь. Но, в целом, у меня есть тут перемоточка, которая нам может помочь. Не будем нигде тормозить. С-15 нам мешается. Но, тем не менее, мы ее обгоняем. А впереди едет Саурер. Тойота Саурер. Офигеть. Я не знаю, как она там вообще умудряется ехать впереди. Потому что это задний привод. Шибает деревья. Ну, ничего-ничего. Мы ее догоним. Мы ее догоним. Все-таки у нас автомобиль на полном приводе. Поэтому все должно быть хорошо. Вот, видите? Вот так автомобиль должен проезжать по воде. Без всякого аквапланирования и прочего. Когда хорошая настройка. Так, ну мне что-то это вообще не нравится. Мы его никак не догоняем. Он прет, как танк. Даже никакие ошибки не делает. Нигде не тормозит, ничего. Едет прям идеально. Так, вот тут мы... Сейчас начнем его потихонечку догонять, я думаю, да? Так. Едь, едь по траектории. Мы не поедем по ней. Потому что у нас машина и так нормально повернет. Все, идеально повернули. Так, вот тут вот мы немножко не соблюдаем траекторию. Тут нужно притормозить. И объехать эту водицу как-нибудь. И чуть-чуть заделим и стеночку. Надеюсь, это не так страшно. И сзади нас не будут так сильно догонять. Тем не менее, уже 76%, 77% прогресс. Сейчас будем объезжать в воду. Потому что вода нас замедляет очень сильно. И вот так вот прем, 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 прем. Давай, давай, Р-32. Ты покажешь, что ты настоящий раллиный автомобиль. Смотрите, СОУР от нас сзади никак не отстает. Вот это было очень стрёмно. Еще один прыжок. Тут рядом находятся с трассой деревья. Поэтому после этих прыжков можно прям спокойненько улететь в них. Но я стараюсь этого не делать. Итак, машина уже очень близко. Очень близко и очень близко финиш. Надеюсь, нас сейчас никто не обгонит. Но, тем не менее, не обогнали. Мы проезжаем первые на финиш. Шикарно. Вторая гонка у нас тоже пройдена. И я вам скажу, она была не такой легкой, как первая. Надеюсь, полегче будет у нас уже третья гонка. Я напоминаю, что это вторая. И только что мы ее прошли. Ну что же, ребят. Все пока что довольно хорошо. Машина стала грязной, некрасивой, бедная. У нее стоит винил не под ралли. Но, тем не менее, нам пришлось ее использовать на бездорожье. Ну что же, переносимся в следующую гонку. Итак, третья гонка называется Шоссейный Спринт Кросс. Довольно многообещающее название. Но, я думаю, самого шоссе здесь будет не совсем много. Стартуем мы на восьмой позиции. Будем сейчас пробиваться, как всегда, вперед. Я надеюсь, что у нас не будет каких-то жестких условий на трассе. И мы сможем нормально войти в повороты. Итак, опа. Деревья уже сбиваются. Я не увидел этот поворот. Так, отлично. Уже цепанули стенку. Но, слава богу, это ни на что особо не влияет. И, как всегда, я еду четвертый. Впереди меня тройка лидеров, которые сейчас нужно обгонять. Давай, 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 давай. Давай, Р-32, я верю в тебя. Мы сможем, мы сможем это проехать. Так, отлично. Догоняем. Вот тут единственный поворот очень резкий. Ой-ой-ой. Так. Это придется обмотать. Это, точнее, отмотать, а не обмотать. Тут я что-то как-то совсем залажал. Давай, 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 давай. Обгоняем. Так, отлично. Хорошо, что у машины очень резкий разгон. Мы быстренько сделали Ниссан Сильвия С-15. Сейчас будем догонять Финик. Догоним Финик. И нужно будет обогнать вот этот Саурер, который, ну, просто лютый. Что-то я вообще... Я офигеваю. Или это не Саурер у нас? Или это С-15? Приземлились. Прямо воду? Нет, это Саурер. Только теперь другого цвета. Так. Что-то он какой-то прям совсем быстрый. Ага. Вот у нас асфальт появился. И мы его обгоняем. Очень резко, дерзко, но все-таки обгоняем. Ну что же, Саурер. Пока, дружище. Ты отлично гонялся со мной. Так. Тихонечко входим в поворот. По правильной траектории. Все отлично. И сейчас, как всегда, впереди будет резкий поворот под 90 градусов. Что-то прям... Это чемпионат пестрит такими трассами, где резкие повороты. Хорошо это или плохо решать только вам. Лично я для себя, наверное, скажу то, что это хорошо. Потому что я заметил за собой такую тему, что мне комфортно, ну, как я думаю, и многим, кататься на плавных трассах без резких поворотов. А тут вот нас игра заставляет. Заставляет покататься на таких трассах, где нужно поработать рулем. И Саурер нас начинает догонять. Охренеть. Мы, видимо, совсем плохо проходим повороты. Поэтому сейчас мы будем их стараться проходить на большей скорости. Гнать как можно лучше, чтобы эта машина нас не смогла догнать. Так. Тут опять у нас резкий поворот. Я, наверное, слишком сильно газ сбрасываю. Тем не менее, она нас догоняет. Но не обгоняет. Поэтому тут уже финишная прямая. Можно расслабиться. И спокойно приехать на свое законное первое место. Шикарно. Мы выиграли этот чемпионат. 60 очков. И даже, мне кажется, если мы сейчас приехали на втором или третьем месте, мы бы все равно выиграли чемпионат. Потому что первая и вторая гонки у нас были пройдены идеально. Ну, что же я могу сказать. R32 просто кайф. Каша. Пушка-гонка. Вообще едет. Просто... Просто замечательный автомобиль. Поэтому, ребят, всем советую его брать для гонок А-класса. При этом ставить прокачку Don J.1 Song. Она находится прямо... Прямо в загрузке тюнинга. Там пять звезд вы увидите. Мне кажется, вам понравится. Как вправлять с автомобиля. Главное, как он едет. Причем, кстати, вот скажу то, что не совсем быстро едет. То есть, тот же Дарт Хэми едет намного быстрее в категории А. Но, вот, тем не менее, эта машина тоже может выигрывать. Ну, просто Дарт Хэми он еще быстрее получается. Но для разнообразия, кому он надоел, этот Dodge Dart, можно взять вот Nissan Skyliner R32 и также, также выигрывать гонки категории А. Потому что категория А, как мне кажется, лично мое мнение, это одна из самых удобных категорий гонок. То есть, машины и не слишком медленные, и не слишком быстрые. Прямо вот такое средненькое, как нам и нужно. Ну, что же, меньше болтовни. Давайте переносимся в гаражик и посмотрим на нашу новенькую Nissan Silvia S15. Ну, что же, друзья, как я уже говорил, вот есть у меня Nissan Silvia S15 Horizon Edition 2000 года, которая на технике дрифта. И вот мы выиграли новенькую. Ну, как бы, точно такая же она. Как вы видите, у нее довольно неплохие характеристики. Находится она в категории S1 и из производительности 900. Задний привод, естественно, спереди мотор. И разгон, торможение, прямо ускорение тоже у нее довольно хороши. Главное, скорость у нее даже 8,7. И вот почему-то ачивку нам, опять же, дали только вот сейчас. Кстати, она в обвесе Rocket Bunny. Выглядит довольно симпатично. Но, впрочем, про этот автомобиль, я думаю, ну, как бы, нет смысла рассказывать. Нет смысла сейчас на ней долго кататься. Потому что уже во многих роликах она у меня была. И, как я уже сказал, в одном из самых популярных видосов ее можно найти. Потому что до этого тоже был фарзофон на нее. И где можно было ее также бесплатно выиграть. Вот такой вот прекрасный автомобиль. Вот так вот красиво выглядит обвес. В общем, тачка золотая. Вот, конечно, золотой цвет это на любителя. Но почему-то, на удивление, она как-то в нем здесь, ну, смотрится более-менее. Я даже не сказал, что это прям какой-то жесткий колхоз. В общем, вот так вот все смотрится гармонично. Что же, ребят, на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо, кто посмотрел это видео. Надеюсь, я чем-то вам помог, как пройти этот фарзофон легче. То есть, ну, вот, можете взять R32, прокачать его под категорию А. И просто всех делать, и легко пройти чемпионат. То есть, на R32 все работает, все, все ачивки появляются, все хорошо. Вот моя вам рекомендация. Ну, все же, я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте поставить лайк-усики, подписаться на канал, если еще этого не сделали. Ну, я с вами был Дима OnePoint. И всем, конечно же, пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok